Пашкова Евгения Юрьевна, где Евгения Юрьевна? Она спряталась там на задних рядах, заставила меня волноваться. И про глифлозин, опыт применения в клинической практике, презентация первая на эту тему. Пожалуйста, Евгения Юрьевна, если можно, очень компактно, четко, как вы умеете. Да, Михаил Борисович, я уже поняла, что мое время, в общем-то, закончилось. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, хочется сделать акцент в своем докладе именно на почку и на возможности у пациентов со сниженной функцией почек. Потому что действительно, наверное, один из самых волнующих показателей, который мы с особым интересом ожидаем, сдавая пациенту биохимический анализ крови, это именно уровень креатинина. И от скорости клубочковой фильтрации действительно зависит очень многое. И то, что мы можем пациенту предложить, и то, какие проблемы мы со здоровьем у него будем ожидать. И так далее. Понятно, что проблема хронической болезни почек, она крайне актуальна. Не буду, наверное, даже останавливаться на этом слайде. Единственное, хочется сказать, что вот снижение скорости клубочковой фильтрации до 60 мл в минуту, которое, в общем-то, мы рассмотрим как достаточно доброкачественную ситуацию. И, в общем-то, ХБП-С2 ничего такого нас с вами не пугает. Тем не менее, говорит о том, что пациент потерял уже половину исходной массы почечных клубочков. И что, собственно говоря, он крайне уязвим в отношении дальнейшего прогрессирования почечных проблем. Учитывая, что эпидемия сахарного диабета нарастает и что люди живут дольше, мы с вами ожидаем удвоение количества пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Этот тренд прослеживается во всем мире. И, конечно, любые возможности замедлить прогрессирование ХБП для нас крайне привлекательны. Нужно сказать, что сахарный диабет по-прежнему остается ведущей причиной почечной недостаточности, обгоняя такие распространенные проблемы, как гипертонический нефрангиосклероз, хронический гламарол нефрит и поликистоз почек. Собственно говоря, естественное течение диабетической нефропатии мы на сегодняшний день, наверное, ожидаем только у пациентов с сахарным диабетом первого типа, где действительно по-прежнему ведущей причиной является описанный когда-то синдром Кемель-Стель и Уилсона классический диабетический гламаролосклероз с параллельным снижением скорости клубочковой фильтрации и нарастания уровня альбоминурии. У пациента с сахарным диабетом многофакторное страдание почек. И, собственно говоря, когда мы видим несоответствующую друг другу скорость клубочковой фильтрации уровня альбоминурии, мы всегда думаем о том, что здесь, возможно, есть какие-то и другие механизмы. Это может быть и мочекаменная болезнь, и гиперурекемия, и та же самая гипертоническая болезнь, и инфекции, и атеросклероз, и так далее. И именно поэтому у пациентов с сахарным диабетом второго типа есть определенные особенности течения хронической болезни почек. Собственно говоря, только у третьих пациентов льбоминурия является маркером диабетического гламаролосклероза. У остальных, потому что мы часто выявляем эту проблему в дебюте сахарного диабета, мы вынуждены думать и о других причинах, и проводить дополнительное обследование. Собственно говоря, мы всегда обращаем внимание на состояние глазного дна, потому что мы прекрасно знаем, что если это классическое диабетическое поражение почек, то микроангиопатия параллельно, как правило, развивается в сосудах глазного дна и в сосудах почек. И, собственно говоря, мы понимаем, что снижение скорости клубочковой фильтрации может наблюдаться и при норме альбоминурии, учитывая, что мы очень активно используем блокаду ренинонгионтезинолидостероновую систему, которая нам в этом, собственно говоря, помогает. В отношении факторов риска очень часто у наших пациентов присутствуют первые три фактора. Это сочетание плохого гликемического контроля, гиперлипидемии, артериальной гипертензии. И хочу обратить Ваше внимание на наследственную предрасположенность. За годы наблюдения есть несколько семей, у которых, очевидно, очень быстрая прогрессия всех осложнений, именно снижение скорости клубочковой фильтрации при неудовлетворительном гликемическом контроле в течение 10 лет от момента дебюта, вот наблюдаем, у нас есть мать и три сына, наблюдается прогрессирование в терминальную ХБП, в общем-то, даже при не самом плохом гликемическом контроле. На что еще хочу обратить Ваше внимание. Александр Сергеевич показывал, что, как правило, почки и сердце – это две взаимосвязанные системы, они страдают параллельно, у них общие факторы риска, и действительно, именно они осуществляют контроль и за системной гемодинамикой, и за объемом жидкости в организме, и за электролитным составом крови. И, видите, уже начиная с ХБП-С3Б, у наших пациентов высокий или очень высокий сердечно-сосудистый риск в зависимости от уровня альбоминория. А это именно та стадия, где раньше мы не могли предложить нашим пациентам препараты группы ингибиторов НГЛТ-2 о сердечно-сосудистых преимуществах, о которых сегодня было так много сказано. И поэтому, на мой взгляд, даже независимо от снижения уровня гликированного гемоглобина, даже несмотря на то, что при сниженной скорости клубочковой фильтрации мы, конечно, теряем сахароснижающий эффект, возможность обеспечивать кардиопротекцию у пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском, у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации от 30 до 45, для нас в данной ситуации очень привлекательно. Я не буду даже останавливаться на механизмах кардио-нефропротекции, сегодня об этом было много сказано. И, наверное, буквально два слова скажу об исследованиях, Эмпарек, Ауткам и комплексе исследований по канаглифлозину, где было очень четко показано, что, собственно говоря, оба эти препарата обладают способностью очень существенно снижать частоту больших почечных событий. Что мы рассматриваем как почечные события? Это новые случаи или ухудшение течения диабетической нефропатии, прогрессирование до макроальбуминурии, удвоение уровнях креатинина, назначение заместительной почечной терапии, снижение скорости клубочковой фильтрации до определенных цифр за два года и нарастание альбуминурии. Опять же, если посмотреть на исследование Эмпарек, Ауткам и объединенный анализ программы Канвас, мы с вами видим, что и в Эмпарек, Ауткам, и в программе Канвас примерно на 40% снижалась композитная конечная точка возникновения почечных событий. Но нужно вспомнить, что скорость клубочковой фильтрации у пациентов в этих программах была достаточно высока. И поэтому особенно обидно, что мы с вами так широко не обсуждали исследование Креденс, которое как раз выполнено на популяции пациентов с уже имеющимися почечными проблемами. Это пациенты со средней скоростью клубочковой фильтрации 56 и с макроальбуминурии, с суточной потери белка от 300 мг до 5 г. И здесь мы с вами отчетливо видим, что да, добавление Канаглифлазина таким пациентам, оно влияет на все почечные исходы и влияет достаточно существенно, влияет статистически значимо. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что в отношении замедления прогрессирования диабетической нефропатии, здесь мы имеем преимущество, действительно независимое от сахароснижающего эффекта. Опять же, не буду останавливаться на механизмах, потому что они, собственно говоря, нами уже не раз обсуждались на примерах других молекул. И опять же, если перейти к ипроглифлазину, то мой акцент будет именно на применении ипроглифлазина пациентов со сниженной функцией почек. Датьяна Татьяна Николаевна уже показывала, что действительно по мере снижения функции почек у нас уменьшается уровень экскреции глюкозы. Но, тем не менее, очень интересная история, это исследование выполнено на мышах в отношении оценки альбуминурии. Оказалось, что у мышей, генетическая линия предрасположенных к сахарному диабету, страдающих сахарным диабетом, уровень альбумина с мочой снижался уже через 30 дней от начала приема препарата, что, вероятнее всего, не зависит ни от уровня гликемии, ни от уровня артериального давления, а отражает прямые почечные эффекты молекулы. Если мы посмотрим анализ исследований по ипроглифлазину, это объединенный анализ ряда исследований. Собственно говоря, обратите внимание, достаточно длительное исследование, 52-недельное, то мы видим, собственно говоря, классический для всех препаратов-ингибиторов НГЛТ-2 начальное небольшое снижение функции почек, которое затем восстанавливается и имеет даже тренд к некоторому улучшению по мере продолжения нашего лечения. Сделаю тоже акцент на исследовании Стелла, которое уже приводила Татьяна Николаевна. Единственное, не буду останавливаться на дизайне, хочу сделать акцент на том, что при оценке достаточно большой когорты пациентов и при применении в данном исследовании в течение 24 недель мы с вами видим практически сохранную скорость клубочковой фильтрации. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь группа пациентов, имеющих скорость клубочковой фильтрации достаточно различную от 30 до 90 мл в минуту. Это показывала Татьяна Николаевна, поэтому не хотела останавливаться. Это по безопасности, что нежелательные явления, связанные с мочеполовой системой, с инфекциями, там достаточно невысокий процент этих нежелательных явлений, и поэтому даже несколько меньше, чем на более ранних молекулах, с которыми мы уже имеем с вами опыт работы. И вот еще одно исследование, которое непосредственно делает акцент на эффективности и безопасности и проглифлозина у пациентов с нарушенной функцией почек. Здесь дизайн исследования, тоже классические пациенты разделены на две группы и проглифлозина и плацебо, и через 24 недели вновь проведена рандомизация. Те пациенты, которые к 20-й неделе имели гликированный гемоглобин более 7,4, доза у них была увеличена. Группа плацебо по тому же принципу разделена на и проглифлозин 50 и 100 мг. Конечно, хочется обратить внимание, что исходная скорость клубочковой фильтрации, вот она, группа пациентов с умеренным нарушением функции почек от 30 до 60 составила 53 мл в минуту. То есть это, в общем-то, группа, которая очень похожа на группу в исследовании Креденс. В отношении длительности сахарного диабета это стаж диабета порядка 10 лет. Это пациенты, которые получали не очень типичную для нас терапию, ингибиторы альфа-глюкозидазы, сульфанилмочевину и теазолидиндионы и не имели избыточной массы тела в своем большинстве. И что мы, собственно, с вами видим? Да, конечно, в группе и проглифлозина доля пациентов, которые достигли цели лечения, она максимальна в группе пациентов с легкой степенью почечной недостаточности. При скорости клубочковой фильтрации менее 60, уже только 34% пациентов достигали гликированного менее 7. Но хочется сделать акцент на том, что большей части этих пациентов и не нужен гликированный менее 7. Потому что, как правило, это пациенты с большим стажем диабета, с определенными сердечно-сосудистыми проблемами, уже состоявшимися катастрофами, и для них целевой уровень будет несколько выше. В среднем снижение гликированного гемоглобина в 24 неделе достигло 0,4%, но и исходно гликированный был невысок для большей части пациентов. Еще раз хочу подчеркнуть, это позволило достичь цели лечения. Очевидно совершенно, и это мы видели и в исследованиях по эмпоглифлозину, там тоже была группа пациентов с достаточно низкой скоростью клубочковой фильтрации, что по мере снижения функции почек мы теряем в сахароснижающей эффективности. Но что очень интересно, мы теряем в сахароснижающей эффективности. Пациенты не так хорошо худеют, но если мы говорим об артериальном давлении, то влияние на артериальное давление, оно не зависит от скорости клубочковой фильтрации, и вероятнее всего обусловлено повышением почек, повышением чувствительности почек к уровню натрия, который присутствует при ХПН. Если мы с вами говорим об уровне гликемии натощак, то здесь, собственно говоря, опять же, минимальный результат мы получаем в группе пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. Но это и ожидаемо. У нас с вами будет снижение по всем параметрам, которые мы с вами оцениваем. В отношении массы тела нужно сказать, что те, может быть, скромные достаточные результаты, которые получены на ипроглифлозине, действительно обусловлены в первую очередь тем, что пациенты исходно в большинстве своем имели ожирение не более первой степени, а в этом исследовании они имели просто избыточную массу тела, там процент с пациентов с индексом массы тела более 30 был незначителен. И в отношении безопасности. Опять же, хочу сделать акцент вот на этих пациентов со сниженной функцией почек. Собственно говоря, и получавшие дозу ипроглифлозина 50, и получавшие дозу ипроглифлозина 100 имели нежелательные реакции не чаще, чем пациенты, вот они в группе, с легким нарушением функции почек. При этом серьезные нежелательные явления также были у них нечисты. И поэтому, я думаю, что мы с вами можем, по крайней мере, пробовать для тех пациентов, для которых нам было бы особенно интересно получить преимущество. Могу вам сказать, что мы сейчас запланировали вообще такое очень смелое, наверное, исследование, это будет кандидатская диссертация по использованию ипроглифлозина у пациентов после трансплантации почки. У нас на сегодняшний день есть достаточно большая база в этом отношении по эмпоглифлозину, по эффективности, по безопасности. И поэтому мы решили, что ипроглифлозин, инструкция которого позволяет нам использовать этот препарат при скорости клубочковой фильтрации даже менее 45, и при этом не содержит ограничений, скажем, да, своя это почка или трансплантированная. Мы можем попробовать, и учитывая положительный опыт эмпоглифлозина, надеемся получить, в общем-то, позитивные результаты. В отношении влияния ипроглифлозина на прогрессирование диаптической нефропатии и артериальной гипертензии нужно сказать, что, да, в отношении гликированного гемоглобина и динамики массы тела мы видим с вами уменьшение эффекта по мере снижения скорости клубочковой фильтрации. При этом, если мы смотрим на скорость клубочковой фильтрации, то вот они, пациенты, которые нас особенно интересуются, скорость клубочковой фильтрации менее 60, то на протяжении первого исследования было всего 24 недели наблюдения. Мы видим, что динамики особенной нет, скорость клубочковой фильтрации не меняется. А вот в отношении альбумин, здесь оценивалось отношение альбумин к креатинину в разовой порции мочи, исследование маленькое, поэтому, наверное, мы не получаем здесь статистической достоверности. Тем не менее, тренды мы видим отчетливо, а микроальбуминурия снижается, и это действительно тот результат, который для нас в данной ситуации очень важен. В отношении артериального давления мы с вами видим, что здесь результат примерно одинаковый. Небольшое, незначительное снижение артериального давления, тем не менее, для большинства пациентов оно оказывается важным, тем более, что мы с вами уменьшаем внутригломерулярную гипертензию и таким образом влияем на естественное течение диабетической нефропатии. 104-недельное исследование демонстрирует нам подобные результаты и в отношении динамики гликироногемоглобина, и в отношении динамики массы тела, и в отношении скорости клубочковой фильтрации и альбуминурии. Ну и, собственно говоря, на выводах позвольте не останавливаться. Хочу единственное показать вам пациента, наверное, одного из первых, которого мы пробовали лечить. Пациентка 56 лет, она наблюдается у нас амбулаторно, поступила с жалобами на повышение гликемии, слабость, повышение артериального давления, проявление диабетической полинаэропатии, большой стаж сахарного диабета, почти 20 лет, длительное время принимала пероральные сахароснижающие препараты, через 18 лет от момента установления заболевания, в связи со снижением функции почек, переведена на базис болезненной инсулинотерапии, получает инсулин галаргин и инсулин аспарт. При этом у нее есть установленный анистонозирующий атеросклероз, гипертоническая болезнь, жировой гепатоз, и получает гипотензивную терапию, статины аспирин, страдает при этом, она у нас ожирением второй степени, имеет даже при таких осложнениях нецелевой уровень гликированного гемоглобина и снижение скорости клубочковой фильтрации до 40 мл в минуту. И, естественно, мы провели коррекцию инсулинотерапии, немножечко с пациенткой побеседовали в отношении питания, потому что, собственно говоря, национальным мотивам, очень часто она ест пищу с большим содержанием углеводов и жиров, и сочли возможным добавить метформин и суглад. Гликированный мы не определяли, у нас еще недостаточно времени прошло, а вот креатинин проконтролировали, креатинин не изменился через два месяца от начала лечения, зато пациентка отметила, опять же, к большому сожалению, поскольку пациент амбулаторный, мы не провели мониторирование, с мониторированием это все было бы, конечно, гораздо красивее и нагляднее, но, тем не менее, по дневнику заметное снижение вариабельности гликемии в течение суток, отчетливая абсолютно гликемия, постпрандиально не более 9,5 ммл на литр, стабильные цифры артериального давления, при том, что мы особенно не меняли гипотензивную терапию, и снижение массы тела на 4 кг, конечно, это эффект не только и не столько препарата, сколько стараний пациентки, но, тем не менее, мы видим, что, по крайней мере, в данной ситуации это абсолютно безопасно. А вероятнее всего, по гликированному гемоглобину мы сможем оценить, что еще и эффективно. Спасибо большое за внимание.